Мы живем уже две недели, то есть мы крутим, вертим все, как положено, согласно сценарию. Удивить хотим, ну, во-первых, наверное, музыкальной композицией, потому что, когда звучат выстрелы под российские залпы, соответственно, у нас будет использована народная музыка из ансамбля струнных инструментов, у нас будет использована музыка из кинофильмов, которые написали советский и российский композитор Эдуард Артемьев. Думаем, что фейерверк будет завораживающим, потому что мы создали много пиротехнических фигур, много различных картинок. Надеемся, что все вы увидите наш стяг в огненном исполнении. И мы думаем, что жители города Алма-Аты и Республики Казахстан будут очень рады. Есть синхронизация фейерверков с музыкой, а есть еще синхронизация присутствия, ну, скажем так, на территории Таможенного союза. Мы не могли оставить без внимания. Мы очень признательны в вашей республике, вашему городу, администрации, Акимату, то есть компании Жары Луис, которые нас пригласили показать свое искусство. И поэтому мы приложили максимум усилий. Вы знаете, я последний раз в Алматы был в 85-м году, когда ехал из армии. А так, конечно, я был, я в Средней Азии жил долгое время. И для меня Средняя Азия, это, знаете, кусок хлеба, это гостеприимство, это радость неподдельная, да, и доброта людей, которую не передать ни в одной стране мира, наверное, и даже на территории нашего бывшего Советского Союза. Средняя Азия, Казахстан, все это очень близко, это родное. У меня родственники в Алматы живут, так что это родной город, да. Площадка – это номер один в любом постановочном пиротехническом шоу, представлении, потому что когда есть возможность использовать большой фронт, а здесь у нас фронт больше 200 метров, и здесь порядка, наверное, более 50 точек, откуда одновременно будет проводиться запуск пиротехнических изделий. Второе – это музыкальное уже сопровождение. И вот это все в совокупности. А дальше режиссер уже режиссирует все. Просто он мысленно создает сначала картинку в голове, потом проецируется в компьютер, потом компьютер выдает определенного формата файла, который загружается, скажем так, в исполнительные элементы, в исполнительные пульты. И мы сами хотим посмотреть, что получится. Ну, можно, конечно, предположить, что будет вот так, так или эдак. Но картинка, которая будет создана, уже реально воспроизведена завтра, ну, я думаю, зрители оценят. Потому что я вижу, что представители всех команд работают очень скрупулезно, очень дотошно, то есть проверяя каждый, скажем так, каждый зажим, каждое крепление для того, чтобы, ну, знаете, есть эндорфины, да, а есть гормон счастья, и когда люди его получают, они все становятся добрее. Весь мир, все держится только на любви. Любовь к детям, к родителям, к стране, к работе своей, к искусству, к творчеству. Вот, то есть, ну, любовь, она такая, все объединяющая, с словом. Пиротехники – это вообще люди, которые, скажем так, технический персонал, но скрытого плана, то есть, нас нигде не видно. То есть, вот нас сейчас видно на площадке, когда начнется действие, то есть, концерт, программа, там, артисты все выступать будут, но люди ждут апогея. То есть, апофилос – это фейерверк. Вот, я могу честно сказать, да, у меня уже стаж, ну, с 93-го года я занимаюсь своей любимой работой, ну, скажем, более трети своей жизни. И круче фейерверка ничего нету. Это вот однозначно, могу ответить. И артисты, да, хорошие песни поют, их любят, их слушают, а приходит фейерверк посмотреть на порядок, на порядке, наверное, людей больше. С детьми, там, с престарелыми родителями. То есть, дарить радость – это наша работа. Дорогие и любимые алмалатинцы и гости нашей республики, вашей республики, ну, потому что мы все равно вместе, мы близки и по духу, и по менталитету. Поздравляю вас с Днем Города, желаю всем крепкого здоровья, желаю счастья, неистощимого, прям, энергии, доброты. Любите друг друга, будьте счастливы, всего вам доброго.